Две хорды окружности пересеклись так, что возникли одинаковые отрезки. Вот этот вот отрезок оказался райным отрезком. Докажите, что и сами хорды на самом деле равны. Итак, вот у нас здесь какая-то точка СП пересечения. А, Б, С, Д. Сейчас, сейчас. Мы знаем, что АП равняется ВП. Задача. Докажите, что в таком случае ВС тоже равняется ВП. Попрошу. Возникание АП равного отрезка. У нас АП умножить на СП равно ВП умножить на ДП. Правильно. А значит, если АП равно ВП, да, хорошо. А если без этой теоремы нет? Нет, спасибо. Все равно мы решили задачу. А вот теперь надо решить задачу, как это делают маленькие. Вот кто-то еще не знает эту теорему. Ее, безусловно, лучше знать, чем не знать. Но вот кто-то, по-моему, что ее не знает. Как тогда показать крайне хорды окружности? Две хорды окружности пересеклись так, что АП равняется ВП. Докажите, что в таком случае ВС равняется ВД. ВС равняется ВД. Вот эти теоремы равны. Надо догадачивать, но тогда вот эти равны. Есть теоремы о том, что АП умножить на ВС равно ВП на ВД. То есть теорема совсем простая. Да, посмотрите. Надо не бояться посмотреть на центры. Хотя очень часто центр геометрии не нужен. Но в данном случае с ним проще. Смотрите, чем замечательны центры окружности? Тем, что вот этот отрезок равняется. Так? А теперь внимание, посмотрите на два треугольника. АПО и БГО. Вы понимаете, что они по трем сторонам углевают? Да. А значит, вот эти углы что? Равны. Да? В конкретных треугольниках углы равны. И эти отрезки равны. Так значит, чем является прямая ПО для вот этих вот двух точек? Беситрессия. Ну, беситрессия угла АОВ. А они симметричны. Правильно? Да. Ну, замечательно. Но, когда вы проводите, и когда вы здесь проводите, у вас, соответственно, получается что? Равны. И здесь вся картинка имеет такую осень. Значит, отрезок АС симметричен отрезку БДД.